Номер 4 за 2016 год Опять эту пишу о задержках Вот здесь фотография Как раз вышли Те Целительные силы Том 1, том 2 Одной книгой В таком подарочном издании Но к сожалению Вышло 3000 экземпляров И то что-то плохо раскупается Ну вот Я уж не буду говорить Почему это происходит плохо Там хорошо Но скорее всего у населения Совсем другие интересы Уже возникли И не столько до чтения Здоровительной литературы Они думают Несколько о другом О зарождачных Бета-блокаторах Шишки на стопе Видите как палец один завернул У нас за другой шишку Выпечала А от чего выпечала Вот влияние высокого каблока На развитие шишки Я уже до этого рассказывал Что достаточно маленького усилия Для того чтобы В физическом теле Произошли очень большие изменения И вот эти вот усилия А тут вообще-то усилия Достаточно большие Потому что видите Опора-то идет Не на всю ступню Вот как здесь А только на вот эту вот часть Естественно она подвергается Такому давлению Что пальцы заходят Вот так у нее И потом Ах Почему мы Заболели у нас ножки Чтобы ножки не болели Носите правильную Оба Ну тут различные даются Рецепты Как с этим бороться Но лучше всего Лучше всего Чтобы мы вот этот всех Рецептов Из фикуса на керосин Отвара полыни Сока золотого уса От дождевых червей И прочего-прочего Не делать И не возиться Носите Правильно Обу Что такое отит Это воспаление Какого-либо отдела уха Отит бывает Внутренний Средний И наружный Дан рисунок Разреза Вот И Наружный Внутренний Что Че И как Это вы Почитаете Средний отит Рекомендация Народной медицины И так далее И тому подобное И вот Одна из таких Простых рекомендаций Чтобы не было Отита А то мы все Мы не обращаем Внимания На причины Нам надо Лечиться Вот то-то То-то Так вот Когда мы с вами Сморкаемся Надо сначала И сопли Втянуть внутрь Потом Выплюнуть То есть Когда мы Делаем Вот это Из Евстахевой Трубы Которая у нас Тут имеется Ну вот Я покажу Где она Евстахевая Труба У нас Вот она Да Слизь Поступает Сюда В носоглотку И потом Мы ее Выплюем Почему Потому что Когда мы делаем Вот это Движение Засасываем Значит у нас Воздух идет Вот через уши Сюда Носоглотку А когда мы Сморкаемся У нас создается Вот здесь Вот Большое давление А допустим Здесь у нас Вот слизь Под действием Этого давления Воздуха Слизь Забрасывается Сюда Ближе К уху И Тут Она остается На ней Начинают размножаться Бактерии И возникает Что Воспаление Воспаление Возникло Все Дальше пошло А воспаление Возникло Знаете Она не просто Но вот Там Такое место Туда Трудно Как-то Добраться Медикаментозно И начинает Потихонечку Она тлит Вроде бы Там Антибиотиками Убили Еще что-то Еще что-то А она Потихонечку Тлит 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 И В результате Потом Голова болит Или С наружного Уха Внутреннее Ухо Пошло Ну Много Осложнений И все Мы будем Там Лечиться А чтобы Не лечиться Вот так Вот Действовать То есть В первую очередь Как за дорогой машиной За своим организмом Следите Все делайте Вовремя Потому что Наплевательское отношение К самому себе Создает проблемы Которые Дальше Не дают Нам Не реализовать Себя Не наслаждаться Жизнью Не почувствовать Себя Ну вот Радоваться Просто-напросто Жизнь Это все-таки Радость Несмотря на то Что различные Какие-то Обстоятельства Какие-то Там проблемы У нас там Бывают И так далее И так далее Все это Надо просто-напросто Решать Как мы ходим В школу На уроки Так точно И жизнь Опа Один урок Мы его решили Опа Другой Благодаря этому Растем И все нормально А когда Мы эти уроки Не понимаем Не принимаем И не хотим То получается Вот такие вот Вещи Так что-то Я тут рассказывал Тонкая анатомия Физиология человека Человек Познай себя Дельфийский оракул Опять Я тут Вот это Вот так Вот вся Разбираю 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 Вот И вот это все В конце концов Понимаете Все эти знания Они Их можно Изложить очень просто Как я сейчас Вот Излагаю Когда Разберешься Вот И на основании Этих знаний Можно Ну Повысить Качество Своей жизни Здесь Рассказываю О Симеоне Столбнике Удивительном Удивительном Святом Который Простоял Вот На Столбах И день И ночь Он Молился Значит Тут Еду Тут Ему Питание Давали Значит Вот Помогали Ну Удивительный Человек Обладал За счет Этого Он Получил Много Таких Чудотворных Способностей Ну Это Почитайте Как все Начиналось То есть Вот Человек Развил Знаете Ну Вот В жизни Можно развивать Тело Накачал Банки Такие Все это Там Такое Да Но Это Все это Временно Отпало А Можно Значит Накачать Будем Говорить Вот Эту Свою Духовную Сущность Которая Как раз Вот Вечно Она Не пропадает С Значит С утратой Тела Она Наоборот Нарабатывается И вы Жить Можете Существовать Осознанно Существовать Во Вселенной Вселенная Станет вам Домом Потому что Ваши Тонкие Наши Тонкие Тела Они Можете Существовать Прекрасно Передвигаться И не Надо Никаких Космических Кораблей Тех Кто Может Выделять Свои Тонкие Тела Они Давно Попутешествовали На всех Планетах И даже Других Вселенных Были Не Говорю Что О Галактиках Вот И Бывали И Кстати Вот Даже Видите Тут Змей Приполз Он И Вот Что Тут Это Самое То ли Тот Палку Из Этого Из Глаза Я Я Вообще Поражаю Что Читая Жития Святых Я Столкнулся С тем Что Там Огромные Змеи Раньше Обитали То есть В средние Века Где Они Брались Непонятно Но Обитали Такие Змеищи Это Где-то Палестина Вот Наш Где-то Там Турция Вот Средний Восток Там Лежний Восток То есть Это Все Арабские Страны Которые Раньше Были Христианскими Кстати Обитали Такие Огромные Змеи Так Ну вот По Святому Это Очень Интересно Читать Жития Святых И У вас Нечто Меняется Потому что Для того Чтобы Совершенствовалась Ваша Духовная Часть Должны Быть Душеполезные Беседы Душеполезные Чтения И Тогда Что-то Будет Получаться Душеполезные Душеполезные Продолжение следует...